31 августа в актовом зале городской администрации состоялось собрание активов в честь памятной даты 3 сентября дня солидарности в борьбе с терроризмом. В собрании приняли участие глава города Зан-Дин Акмазов, председатель собрания депутатов Загитсалим Дадаев, заместители главы администрации, руководители ведомств и организаций, представители общественных и религиозных объединений. Открывая мероприятие, глава Хасавюрта Зан-Дин Акмазов отметил важную роль памятной даты в объединении общества против явления терроризма и его проявлений в любых формах. Хайбула Умаров, заместитель главы администрации, курирующий вопросы общественной безопасности и идеологии, выступая перед присутствующими, ознакомил с историей даты дня солидарности в борьбе с терроризмом и обратил внимание на то, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. Создание нашей стране подобной памятной даты стало важным шагом на пути к выключению памяти всех тех дневных людей, которые стали случайными жертвами преступники и российских актов на всей территории России. Солидарность в борьбе с терроризмом перед собравшимися выразил также председатель Совета ветеранов правоохранительных органов города Хасавюрт Зайбудин Амаров, а также заместитель имама центральной мечети Камильгирей Салгиреев сказал, что террор – это зло, которое не имеет ни нации, ни религии, уничтожая все на своем пути. Поэтому, дорогие братья, так как этот терроризм приобрел облик исламского, хотя это ложь и подлог, поэтому мы должны прежде всего определиться, разве ислам позволяет так обращаться с мусульманином и вообще с человеком. Аллах сделал вам запретный кровь человека, его имущество и его честь. От лица всей городской молодежи выступила также и Марьям Умпиева, говоря в своей речи, что молодежная политика должна быть направлена на формирование у современного поколения цивилизованной толерантности к разнообразным культурам, к противодействию стремления разделить людей по национальности, религии или уровню демократичности и общественного устройства. В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей. Мы не должны давать террористам ни единого шанса проникать в жизни нашего народа. Мы не должны давать права властвования над нашими судьбами. Да, борьба с терроризмом – это серьезное и опасное дело, но противодействие современному террору требует исключительного подхода. И главной составляющей является не только комплекс государственных мер, но и важнейшей составляющей должна быть активная позиция гражданских институтов общества. В завершении совещания собравшиеся почтили память погибших при терактах минутой молчания. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».